Музыка Мы покажем, как спасатели работают С самыми такими элементарными, наиболее распространенными снарядами ручными Для спасения утопающего То есть человека, который провалился под лед, попал в чрезвычайную ситуацию Это будет спасательный круг Конец Александрова Петля Тимонина Пластиковые носилки Кстати, их можно использовать, если есть подозрение, что у человека повреждение позвоночника То есть так как они жесткие И плюс они еще обладают дополнительной плавучестью То есть если в беде оказалось один, несколько человек Первое, что им можно отдать, это какой-то из вот таких плавсред Или носилки, или круг Далее Спасательный, многофункциональная надувная спасательная лодка То есть как на ней извлекают человека Копление, которое продается в многих рыболовных магазинах Обычный рыбак может спасти себе жизнь Здесь, как мы видим, оно плавучее То есть при попадании в воду оно будет всегда находиться перед вами Имеет свисток Если произошел спазм гортани То есть человек не может крикнуть по каким-либо причинам У него есть свисток Он может привлечь к себе внимание Рыбак Так случилось Оказался он в воде Любые ваши хаотичные действия Заберут у вас силы Вы потеряете время Возвращайтесь тем же путем, откуда пришли Зовите на помощь Используйте, если есть приспособление, используйте свисток Если нет, старайтесь громко звать на помощь Вот сейчас увидите, как это работает То есть колочки распускаются Человек стыкает вперед Человек стыкает вперед Пошел Пошел С начала зимнего сезона погибло 5 человек на водоемах Спасено 20 Нарушение элементарных правил безопасности Употребление алкоголя Рыбалка Просто по разным причинам необъяснимым Человек выходит на лед То есть пренебрегает элементарными правилами безопасности Он не догадывается о том, какая опасность стоится Ведь выход на лед в одиночку Возможно, относительно безопасно Можно считать при толщине льда 7 сантиметров Групповой выход на лед группой людей При толщине льда 15 сантиметров Но опять же, обращаю внимание, все относительно Так как этой зимой, как и в принципе прошлой Мы наблюдаем частые перепады температур Лед при одинаковой толщине Становится пористым, хрупким и ненадежным К сожалению, мы видим многих рыбаков И ни у кого нет самых-самых простейших средств защиты